Всем привет, с вами Луна, и у нас сейчас 7 утра, и я нахожусь на Харьковском вокзале, и мы едем в Киев, поэтому мне пришлось встать очень-очень рано, хотела вам показать Харьковскую привокзальную площадь. Тут фонтанчик обычно работает, но так как еще холодно, то ничего не работает. Совсем уже скоро наш поезд, и поэтому надо уже идти на платформу, я еще хотела вам показать, как внутри у нас тоже очень красиво на вокзале. Мы уже возле поезда. Это вот эти Hyundai типа новые. Тут есть памятник из 12 стульев, как он в Харькове побежал за кипятком. Вот он с чайничком тут. И скоро уже отправление будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, мы едем уже 3,5 часа всего, надо ехать нам 4,5 часа с Харькова до Киева, в общем, поезд такой прикольный, знаете, не слышно вот этого дых-дых, дых-дых-дых-дых, так прикольно едет, плавно и мягко, я еще на этих таких не ездила, если просто обычно в Киев как-то или на машине ездим, или на автобусе, но на автобусе-то вообще 300 лет назад было, в общем, тут очень широкие, удобные сиденья, и можно спать, я проспала, было в дороге, и перемяла себе, короче, ресницу тут, и теперь у меня они там разные стороны, им ничего уже не может помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наконец-то добрались от вокзала к золотым воротам в Киеве, знаете, вроде та же Украина, но как будто, не знаю, другое какое-то государство на самом-то деле. Очень интересно, люди достаточно улыбчивые, может быть, еще способствуют тому солнечная погода. Очень интересно, очень классно, и какая-то такая бешеная эйфория. Тут играют на музыкальных инструментах. На самом-то деле метро в Киеве очень глубокое, очень глубокое, и тяжко было, конечно, я на эскалаторе, у нас в городе совсем не так. Я на эскалаторе ехала очень долго, там два эскалатора и минуты по пять, наверное, на каждом. Сейчас хочу попробовать выбраться к Крещатику или к Софиевской площади. Не знаю еще, в какую сторону хотя бы двигаться вообще. Я так думаю, надо включить навигатор и потом разобраться уже, куда надо топать. А, вот золотые ворота как раз. Там народ фоткается. Очень классно. Мне вообще сказали, надо идти вниз, и тогда я куда-то выйду. Но включу, наверное, навигатор, и дальше буду идти с навигатором уже. Нашла я Софиевскую площадь, Софиевский собор. Сейчас час дня, и бьют колокола. Очень красиво. Знаете, я в такой бешеной какой-то эйфории от этого города. Такие... Ну, я тут была, конечно, и с дедушкой я здесь была. Когда-то очень давно маленькая еще была. Летом здесь была, так мимолетом, проездом по Крещатику пробежались, и все. Но здесь так красиво, так волшебно. Такие здания красивые, дома. Смотрите, какая красота. Вообще супер. Еще и погода просто на руку. Просто класс. Такая красота. Вот памятник Богдану Хмельницкому поближе. Обязательно фото на память. Теперь я дошла до Михайловского собора. Вот он сзади меня. Тут еще памятник княгине Ольге. Начинается небольшой дождь, но я уже посмотрела, куда мне идти, чтобы выйти на Крещатик. И, в общем, дождик меня не расстраивает. Я знала, что он будет, брала зонт, но... Но у меня его забрали. В общем, как-то так. Все равно, несмотря на дождь, очень классные эмоции, классные впечатления. Смотрите, какой красивый собор и какая красивая очередная площадь. Субтитры сделал DimaTorzok закордонных прав украины как и все государственные здания красивая величественная огромная просто наконец-то я нашла майдан независимости незалежности и сзади тут четыре здания и в прошлый раз когда я была в киеве я жила вот в этом крайнем я его определяла потому что у него там была реклама короны на самом верху но теперь ее нет и но вроде кажется в крайнем я жила гостиница казацкий отель казацкий очень классно конечно харьков не маленький город но и много людей там и час пик там очень много людей и но здесь по моему еще больше везде пробки но у нас центре тоже днем станешь часа на 2 но тут конечно вообще на машине ездить по моему нереально только гулять хочу попробовать где-то перейти дорогу чтобы попасть сюда но что-то я не вижу пешеходного перехода я пошла как добраться до стеллы тут надо только по земле переходить тут как у нас не перебежишь дорогу быстренько так втихаря тут очень плотное движение не я боюсь голубей иногда спасибо мне уже второй раз предлагают погладить голубей я их безумно боюсь очень боюсь я птиц вообще очень боюсь зачем мне ваши голуби ну дождь закончился опять солнышко и опять жарко очень классно море впечатлений только когда я сюда приехала тут может идти и дождь и солнце одновременно и я без сонтика как я уже говорила но зато фотографии в такой погоде получается намного лучше ух какой начался дождь надо где-то спрятаться может кофе попить или пепси что же делать что же делать сумка моя мокнет в общем прицепился ко мне миньон говорит давай фоткаться давай фоткаться а я это ну дождь начался у меня начал телефон разряжаться ну значит пофотографировался с ним уговорил у меня говорит ну 40 гривен ну кто бы сомневался 40 гривен у нас по двадцатке за такие фотки обычно берут ну столица что сделаешь о дождь закончился я только хотела уже бежать куда-то прятаться ну да ладно и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот она там внизу проходит А вот здесь, если вы видите, там вертолетная площадка, которая была построена специально для нашего предыдущего президента Виктора Януковича К ней ведет отдельная такая дорога В общем, все очень серьезно Только, по-моему, ей никто до сих пор не пользуется Мы лезли там по ступенькам Фу, еле залезла Хоть на спорте хожу, но еле залезла на те ступеньки Еще ела шоколадку, поэтому В общем, вид красивый Ну, наверное, когда деревья будут зеленеть, будет еще красивее Дома такие вдалеке Классные, облака А там Верховная Рада Дошли мы до стадиона Динамо Раньше это был основной стадион киевского футбольного клуба, соответственно, Динамо Видите, тут можно даже не покупать билеты и смотреть просто так Пришел, залез туда наверх и сиди смотри Ну, теперь они играют на Олимпийском А вообще, это их обычный домашний стадион Замков понавешивают Это у нас тоже такое, страдают Ух, красиво как Видите, вот этот памятник Это памятник называется История любви Луиджи и Мокрына Украинское имя То есть случилось это в 1943 году Он был итальянским пленным солдатом Она украинка, вывезенная на принудительные работы Они познакомились в австрийском лагере И были вместе два года Но потом судьба их разлучила И они нашли друг друга Аж через 60 лет В 2004 году На программе Жди меня Вот такая интересная История И поставили им памятник Я считаю, просто прекрасная история Классно А это памятник дружбы Между Россией и Украиной Между Россией На этом домой поедем Или вот можно на вертолетике Ого, это вот это лететь над Днепром Да ты шо? Ого, это лететь над Днепром Мы решили покататься в Скайпарке И пролететь на вот этом кресле над Днепром Вот смотри, они с селфи-палками летят А мы можем вдвоем Рядом, видишь? Сюда Присаживайтесь Присаживайтесь Песла, пожалуйста Максимально назад Хорошо, мы опираемся в дверь Прямо и ножки Перед финишем Ноги поджимаете Камеру держите очень быстро Чтобы она не упала Уху 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 О боже, аж слезы потекли, классно, я думала будет очень страшно, а оно вообще очень классно, фух, это было классно, аж слезы потекли, там ветер так раздувает вообще. Класс, супер, всем кто боится, советую не бояться, потому что это вообще не страшно, летишь ты не слишком быстро, в темпе, можно рассмотреть все вокруг, но я думала как бы побольше записать видео, поэтому буду смотреть записи, но совсем не страшно, правда, когда там висишь, да, страшно, а потом нет, я не знаю, слышно вам меняется ветер или нет, в общем, классно, всем советую. Вот тут есть пешеходный мост, на нем рыбку ловят, и вот Днепр, широкий, величественный, красивый, прекрасный вид на город, я, по-моему, слово прекрасный сказала уже 350 раз, а, вот эта же штука, от которой мы ехали, оттуда, оттуда, и вот по ней, по ней, тын-тын-тын-тын, и сюда, вообще супер, впечатления просто непередаваемые, но я уже сказала, когда приехала, сразу все расписываю. Кофейбус, возьми каву с собою. Речной вокзал. Честно говоря, не знаю, работает он сейчас или нет, но летом работает, ездят ракеты в Канев. Ура! Мы нашли фуникулер, и, может быть, мы его долго искали. Красивые тут здания вокруг. Ван, фуникулер! Мы нашли фуникулер. Мы нашли фуникул. Мы нашли фуникул. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...